Доброго дня! Во-первых, хочу всех поблагодарить за помощь. Самое искреннее, самое большое спасибо. Ничего бы без вас не сделал. Единственное, надеялся, быстрее все получится, но еще недели на две-три затянется, поэтому решил не дожидаться окончания работ, записать ролик как есть, хотя бы напомнить о себе. И если вы не услышите какие-то буквы в моей речи, не судите строго, я надеюсь, что вскоре все это наладится. Просто уже нужно что-то сделать, чтобы вы не забыли о моем существовании. Да и есть о чем сказать. Хотя уже третий день пытаюсь сделать ролик, но события развиваются настолько стремительно, что уже в третий раз все приходится переделывать. Сначала хотел основной упор сделать на войне в Украине. Хотя как раз самая главная новость в том, что нет никаких новостей, никаких продвижений. Украина пытается аккуратно наступать, чтобы, не дай бог, по мирным не влупить, чтобы в Москве ничего лишнего не повредить, чтобы никто не выражал претензии. А Россия обороняется и бомбит Украину. Без разбора. Мирные, военные, города, села. Без угрызений совести, без принципов и без жалости. И в общем никак это все не назовешь, кроме как топтанием на месте. А самое плохое в том, что все это стало надоедать. Всем. И атакующим, и нападающим, и всему миру. И казалось бы, что может быть плохого в том, что война надоедает. Это же нормально. А то плохо, что активность падает, и конфликт начинает затягиваться на неопределенное время. Выдохлись и те, и другие. Оружия не хватает, бойцов не хватает. Коррупция и бестолковость руководителей и командиров, как оказалось, разъедает изнутри не только Россию, но и Украину в не меньшей степени. И воруют и там, и там, и взятки берут. И бойцов не могут обеспечить должным образом, и необученных новобранцев в мясные штурмы посылают. Перечислять все это можно очень долго. Проще сказать, в чем разница. А она в том, что у Украины больше мотивированных бойцов. И то на данный момент уже их нет в достаточном количестве. Ну и в том, что Украине помогает цивилизованный мир, а России всякие ублюдки, от которых в хорошее время разумнее было бы держаться подальше. И уже совершенно непонятно, что же будет дальше и кто победит. И уже очень похоже на то, что будут переговоры. И да, я понимаю, что сейчас не один человек усмехнулся. Конечно, будут переговоры. Все войны заканчиваются переговорами. Это прописная истина. Но я не про те переговоры, которые ведут к капитуляции, а про те, которые происходят из-за того, что стороны не могут победить в войне и не могут продолжать воевать. Им приходится искать компромисс. И Украине, возможно, придется идти на уступки. И понятно, что Россия не достигнет ни одной из поставленных в начале войны целей. Хотя с демилитаризацией все было понятно уже через несколько месяцев, даже недель после начала войны. А вот как повернется с Украиной, непонятно до сих пор. Многие уже уверены, что ей придется пожертвовать Крымом и Донбассом ради мира. Хотя Зеленский с этим категорически не согласен. Но что-то ведь нужно будет делать. И я понимаю, что те, кто пишет комментарии в телеге или ютубе, они готовы их писать до полной победы, до последней капли чернил. Но ведь есть еще и другие, те, кто с автоматами бегает по окопам, кто погибает, кто превращается в инвалидов. Есть их жены и дети, которые становятся вдовами и сиротами. И мужчин все меньше, а вдов и сирот все больше. И народ устал, народ разочарован, народ обманут в своих ожиданиях скорой победы. С обеих сторон. И у нас в России с этим проще, конечно. Конечно, россиян значительно больше, и они не только правительством не ценятся и за людей не считаются. Они и сами себя не любят и не ценят. Самые большие русофобы в мире – это россияне. Украине значительно сложнее. Мало того, что украинцев меньше в разы, так они еще и людьми себя почувствовали, и им это понравилось. Они только жить начали, а тут приходится погибать. В огромных количествах. А после первых успехов и побед они еще и поверили, что как поперло сначала, так и будет до победы, до самой Москвы, в которой они парад проведут со дня на день. А тут все встало. Кто виноват? Ну, конечно же, Зеленский. Власть. И в скорую победу уже веры нет. И мужчин своих хочется вернуть. Многие уже готовы отдать и Донбасс, и Крым. А как быть, если президент не идет на переговоры? Как сказал сам Зеленский, если будут выборы, я уйду. Если не будет, не могу уйти, пока войну не закончат. И только победа. Сменят Зеленского. Убедят его в необходимости уступить. Или киллера наймут. Или все-таки есть надежда, что войска Украины смогут выдавить вторую армию мира со своей территории. И да, надежда есть, но ее уже не больше, чем сомнений в том, что это получится сделать. Тем более, что украинские власти умудрились подпортить отношения чуть ли не со всеми своими спонсорами и партнерами. А Россия в это время сумела договориться с новыми. И в этой ситуации, кстати, даже правда, которой так гордятся украинцы, идет им во вред. Они же каждый день арестовывают нечистых на руку мэров, полицейских, военкомов и прочих должностных лиц. И рассказывают об этом всем. Типа, мы молодцы, мы боремся. А люди охреневают от такого количества коррупционеров во власти. Люди из-за этой правды теряют веру во власть. Веру в победу. Кому охота идти воевать за родину, когда депутаты и военкомы набивают карманы за счет идущих на смерть? А тут еще один за другим всплывают весьма неприятные факты. И оказывается, что европейские компании торгуют с Россией в обход санкций. Германские, канадские, прибалтийские, американские и многие другие. Продают России оборудование и комплектующие для производства вооружения. А Украине поставляют готовое вооружение для борьбы с оружием, которое изготавливает Россия из тех же комплектующих. И тем и этим. И рыбку съели, и куда надо сели. И конечно, все эти сделки проходят, скорее всего, без ведома правительств этих государств. Через третьи и четвертые руки. Но это говорит о том, что санкции не работают как должны. Их обходят. А Россия в это время и нефтью торгует, и газом, и лесом, и золотом. Да, по-серому, да, не в прежних объемах, но торгуют. А тут к тому же началась война Израиля с арабским миром. Абсолютно не кстати, если вообще бывают войны кстати. И это еще больше усугубило положение Украины. Увеличилось число проблем с поставками вооружения, с материальной помощью. Российско-украинская война отошла на второй план. О ней вдруг перестали говорить. Она пропала с обложек таблоидов. Потому что арабский мир намного опаснее для Европы и Америки, чем русский. Из россиян в Америке и Европе живут и отдыхают в основном только приличные люди. Депутаты, чиновники, бизнесмены и их семьи. И они не обматываются взрывчаткой, чтобы подорвать себя в метро или в торговом центре, где побольше людей. Они покупают виллы и яхты, живут в хороших отелях, они деньги везут в конце концов. И ругают Запад только на работе, когда в Россию на вахту приезжают. Они вообще не опасные. Другое дело арабы, которых только за последние 10 лет прибежало в Европу и Америку несколько миллионов. И не богатых чиновников, а нищих и озлобленных, большинство из которых религиозные фанатики. И винят эти арабы в своих бедах Европу и Америку, тех, кто предоставил им приют. То есть они не будут из благодарности за оказанную помощь сидеть по домам, когда их собратья объявят джихад во всем мире. И Запад это понимает. И эта проблема для него на данный момент намного важнее, чем российское СВО. И ему нужно решить этот вопрос на территории Израиля, насколько это будет возможно, чтобы обойтись без тех самых взрывов в метро, на вокзалах и в торговых центрах. Хотя уже вряд ли это получится. Тем более, что Россия уже достаточно обескровлена и обезжирена, и как военная сила вряд ли представляет угрозу для кого-то, кроме Украины. Но и президент Путин прав отчасти, когда говорит, что Россия справилась со всеми вызовами. Выстояла. Он готов ждать, готов посылать еще тысячи и тысячи россиян в мясные штурмы. Готов ради результата жертвовать миллионами рабов. И он уверен, что сможет измотать противника и вынудить пойти на переговоры, на которых тот согласится на уступки и жертвы. Которые наша пропаганда обязательно преподнесет, как безоговорочную победу российского оружия над коллективным Западом, над силами НАТО. И жестом доброй воли, что дальше не пошли, что добивать не стали. Пожалелись, не зашли. Это будет не победа над Украиной, это будет победа над всем миром. И у Путина снова вырастут крылья. Он уже ничего не теряет. Европейские страны дружить с Россией не кинутся. Санкции, я думаю, будут висеть еще много лет. Зато будет сотрудничество с Ираном, Афганистаном, Кореей и прочими террористами и изгоями. Отовсюду, откуда могли, мы уже вышли или приостановили членство. Агентство по ядерной энергии, Совет Европы, Совет государств Балтийского моря, Международная организация труда, Международная конфедерация профсоюзов, Совет по правам человека, Организация американских государств, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию и т.д. и т.п. Более трех десятков договоров, конвенций, организаций и прочего полезного. Никому ничего не должны. Ничего больше не мешает. Россия идет своим путем, ни на кого не оглядываясь. Даже потери нескольких сотен тысяч, даже нескольких миллионов россиян – это только плюс. Безработицу побороли, тюрьмы освободили, патриотизма накачали, вокруг президента сплотились. Да и победа над врагом одержана. Путин победитель. А там, глядишь, когда коллективный Запад подрастеряет силы в холиваре с арабским миром, он вообще станет мировым лидером. Или, по крайней мере, не будет выглядеть таким слабым и жалким, как после окончания СВО. Ему останется решить только одну проблему – с недовольными властью внутри России. Но тюрьмы освободились, законы ужесточаются, ряды силовиков увеличиваются. То есть этот вопрос – дело времени. И не так уж много этого времени понадобится. Ибо уже большая часть дела сделана. Тем более уже никакие ЕСПЧ и прочие европейские организации не смогут совать нос во внутренние дела России и помогать униженным и оскорбленным. Народ в большинстве своем президента и его политику поддерживает. Сейчас введут социальный рейтинг и дело в шляпе. Останется только одно – прихлопнуть Ютуб. Он как прыщ на заднице путинского режима. И, кстати, о Ютубе. В прошлом году, если вы помните, из Китая приезжали в Россию специалисты, которые занимались в Китае блокировкой европейских и американских интернет-площадок, соцсетей и хостингов. Тогда прошел слушок, будто бы их пригласили для оказания помощи и консультирования российских рукожопов по блокировке неугодных ресурсов. Но с Ютубом так ничего и не произошло. Потом, где-то в начале лета, если мне память не изменяет, я рассказывал об этом в каком-то из роликов, один знакомый с гостелевидения сказал по секрету, что на все госканалы пришло предписание выводить все шоу, все передачи из Ютуба в ВК. Типа осенью Ютуб будут блокировать. И за лето все действительно перешли в Рутуб и в ВК. Не только пропаганда, но и юмористические, развлекательные шоу и передачи. Хотя многие тогда уверяли, что ушли они из-за отсутствия монетизации. Нет, мол, смысла крутить контент, за который не платят. А недавно Ютуб вдруг перестал работать на какое-то время. Было два или три отключения подряд. Все перепугались, но Ростелеком и Роскомнадзор успокоили. Типа это было временно для тестирования какого-то оборудования или для чего-то там еще. И снова все заработало, и снова все успокоились. И тут вдруг Ватсап объявил, что даст возможность людям открывать каналы. И тут же российская власть заявила, что если такая возможность появится, то Ватсап заблокируют на территории России, потому что противники режима якобы тут же воспользуются этой возможностью и начнут с этих каналов хаять власти любимого Путина. Ну так бы оно и было по сути. И Ватсап отказался от этой затеи. А буквально через несколько недель Роскомнадзор стал усердно блокировать VPN-ы. И обещал, что к 1 марта все VPN на территории России перестанут функционировать. И дней 5 назад я говорил знакомому, что почти уверен в том, что к марту, недели за 2-3 до выборов Путина на пост президента Путина, Ютуб все же прихлопнут. А два дня назад в СМИ стали писать о том, что Россия закупает оборудование, необходимое для блокировки Ютуба, Ватсапа, Вайбера и Телеги. Они к этому очень старательно готовятся, и все поэтапно. Предупредили своих, вызвали профессионалов по блокировкам, несколько раз протестили отключение, тут же запретили Ватсапу создание каналов в России, взялись блокировать VPN-ы, ибо без этого смысла в блокировке Ютуба нет. Попутно закупили необходимое оборудование, и как только будет объявлено о блокировке VPN, тут же ляжет и Ютуб. И возможно, дай бог я ошибаюсь, но больно уж все складывается одно к одному. И если это все произойдет, я думаю, что тут же попутно примут поправки к законам, по которым можно будет жестко наказывать обходящих блокировку. Не знаю, будут ли блокировать, как пишут в СМИ, Ватсап, Вайбер и Телегу. Сомневаюсь в этом, смысла не вижу. Вайбер и Ватсап вообще безвредны. Да и Телега под сомнением. Я ей не пользовался особо раньше, как-то руки не доходили. А сейчас открыл канал, и много удивительного о ней узнал. Примерно неделю назад зашел в каталог каналов, в котором собраны все каналы Телеграм, от миллионников до вчера созданных. Поискать оппозиционные, может быть, предложить какую-то взаиморекламу, посмотреть, как более опытные коллеги работают, поучиться. Каналов там более 650 тысяч. Сначала я смотрел примерно такие же, как мой, плюс-минус 3000 подписчиков. С ними можно договориться о бесплатной взаимовыгодной рекламе. Потом поднялся до самых крупных. Потом стало интересно, и я взял калькулятор и стал считать. Считать, сколько каналов оппозиционных, сколько пропутинских, провластных. Я целый вечер просидел, просмотрел за это время примерно 500 каналов. Вокруг своего в сторону уменьшения подписчиков 50 вниз, и в сторону увеличения 50, и от самого большого вниз где-то 400. Я был очень удивлен, когда насчитал на 500 каналов всего около 50 оппозиционных. И 450 пропутинских. То есть всего 10%. Если 90% провластных каналов топят за Путина и СВО, то 10 оппозиционных кто за что. СССРщики, либералы, коммунисты старой формации, анархисты и черт те кто. Многие из них друг другу руки не подадут никогда. Я был действительно очень удивлен. Я считал, был уверен просто, что телега это оплот оппозиции. Куда там? 10% максимум. У которых общее только одно. Они Путина не любят, но каждый по-своему. Так что я не вижу смысла для власти в блокировке телеги. Да и как оказалось, ей не так уж и много людей пользуются. Стал интересоваться у своих друзей, так из 10 человек она была только у двоих. Сейчас благодаря мне еще двое установили. Шесть рассказали, да зачем она мне. И телега, надо признать, это очень неудобная штука. Во-первых, там сложно найти единомышленников. Там сложно найти интересные каналы. Там сложно набрать подписчиков. Если ты точно не знаешь, как называется канал какого-то блогера или журналиста, которого ты хотел бы послушать, почитать, хрен ты его найдешь. Хотя если заблокируют ютуб, народ ведь в любом случае пойдет в телеграм. Возможно, во избежание этого и ее тоже пришибут. И представляете, какой будет эффект. Огромное количество адекватных россиян окажутся в информационном вакууме. Новости исключительно из телевизора, без вариантов. Ну, может еще радиоточки повесят на кухнях. Помните, как в былые времена, которые гимн начинали в 6 утра орать, а потом в 7. Я из-за этой радиоточки стал ненавидеть гимн России. Потому что она была вместо будильника. Золотое настанет время. Сплошные победы и прорывы. И никто не омрачит больше счастливую стабильность. На компьютере будет российский браузер, в котором будем заходить по паспорту. Вконтакте, рутуб, одноклассники, мейл.ру. И новости, однако, одной. Запад хочет нас захватить, африканские дети недоедают, в Америке кризис и так далее и тому подобное. А с VPN попался. 5 лет лес валить в Магадане. Ну или хотя бы штраф 1200. Жопа. Сколько еще Путин проживет? Лет 20-25? Представляете, какими будут ваши внуки? Да и те, кто сегодня вроде бы держится, кто адекватен относительно. Долго ли выдержат в такой обстановке? Без информации, без общения с единомышленниками. Я думаю об этом который день. Пытаюсь это представить. Я же жил во времена телефонов-автоматов, когда записки в дверь втыкали. Когда письма писали на бумаге. Когда об обстановке в мире узнавали из международной панорамы и программы «Время». И я пытаюсь это представить сейчас, в наше время, и не могу. Конечно, и мобильные никуда не денутся, и письма будем писать на e-mail, и интернет будет. Но не будет информации. А вот это уже в голове не укладывается. И я боюсь, до этого времени осталось 3-4 месяца. Поэтому я призываю всех, кто еще не установил телеграм себе на компьютер или телефон, не откладывайте в долгий ящик. И говорю я это не для того, чтобы плавно подвести к словам «подписывайтесь на мой канал». Нет, не подписывайтесь. Просто установите телегу и начните ей пользоваться. Изучайте. Для некоторых даже установить ее будет не так просто. А поймете, что к чему, забудьте о ней. Забудьте до тех пор, пока не сблокируют YouTube. И тогда вспомните, зайдете и сразу будете в курсе событий. Установите на всякий случай. Пусть будет. А если с YouTube ничего не произойдет, то и слава богу, телега вам в телефоне дырку не проест. И на этом, пожалуй, я закончу сегодняшний ролик. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает. От всей души вы даже не представляете, насколько это важно для меня. Отдельное огромное спасибо Андрею К. и Наталье. Всем здоровья и только хороших новостей. Извините за дикцию. Надеюсь, скоро это все исправится. И до встречи на канале.